Попрошу с каждого человека по лайку, а с каждого шинигами по комментарию, а также используйте легендарную технику подписка но джутсу и сильнейшую технику колокольчики безопасности но джутсу. Желаю всем приятного просмотра и целомиллионной приятнейших эмоций. Итак, в начале аниме нас знакомят с 15-летним главным героем Курасаки Ичига, которого еще иногда называют клубника-ягода-защитник. Ичига живет в городе Каракура вместе со своим каратэ-паханом и двумя почти адекватными сестренками, которые так же как и он могут частично видеть духов. И в один из дней Ичига пересекается с невидимой для людей шинигами полторашкой Руки, которая является проводником души и она спасает Ичига от злобного духа пустого. А уже вечером Рукия неожиданно наведывается к нему домой, чтобы там отправить в сообщество душ обычного духа, который задержался в доме Ичига. И так как пацан может ее видеть и прикасаться к ней, они с ней заобщались, и она рассказала ему про добрых духов-плюсов и злобных духов-пустых, с которыми она работает. Также оказалось, что Ичига может видеть Рукию, так как он тоже обладает духовной энергией, однако она нестабильна. И как раз это помешало Рукии засечь очередного пустого, и он напал на сестру Ичига Карин. В связи с чем они начали битву с пустым, по итогам которой Рукия получила серьезные ранения. И чтобы их всех не съели, она раненая передала свою силу шинигами Ичига. Тем самым она сделала его неофициальным временным шинигами, а сама жена потеряла силу. И теперь пока она будет восстанавливаться, Ичига будет выполнять ее работу проводника и защищать от духа в свой город. Также для своего удобства Рукия поступает в класс, где учится Ичига и поселяется в его домашнем шкафу. А уже далее по сюжету Ичига с новой силой помогает своей однокласснице Орихимой, спасает ее от брата Сора, ставшего пустым. Им удается очистить душу брата и отправить его в сообщество душ. После чего Ичига также помогает своему другу-здоровику Чаду с попугаем, в котором живет душа мальчика, за который охотится пустой и которого они уничтожают. А спасенную душу мальчика они отправляют в сообщество душ. Также 13 января Ичига стал свидетелем супермасштабного события «Звездный путь среди снегов», проходящего в Альпах, которое организовали разработчики Genshin Impact, где приняли участие около 1 миллиона пользователей. И это было по-настоящему фееричное и захватывающее шоу, где даже состоялась официальная церемония зажения точки телепортации прямо из игры. Запись которой вы сможете посмотреть в официальных аккаунтах Genshin Impact на YouTube, Twitch и VK. А сама же игра Genshin Impact представляет собой экшен-рпг в открытом мире с красочной и увлекающей восточной анимацией, которую точно оценят любители манги и аниме. Там вы можете исследовать разные уголки мира в поисках приключений, которые точно не заставят вас скучать, ведь там можно лазить по скалам, плавать и даже летать. А начиная с версии 2.4 «Краски мимолетности» добавили двух новых персонажей – Шеньхэ, потомок одной из ветвей клана Экзорцистов, и Юнзинь. Руководительница оперной труппы Юньхань и звезда оперной сцены Лю Юэ, а также открылся новый таинственный регион Энкономия, где в самой бездне обитатели своей надеждой освещают тьму. Поэтому скорее скачивайте Genshin Impact на Android, iOS, ПК или PS, и не упустите возможность погрузиться в их красочные миры. А все необходимые ссылки я оставлю в описании под видео. После чего из-за того, что Ичига не может без помощи удостоверения руки покидать свое тело и сражаться с пустыми, ребята отправляются к Урохаре, специалисту по кискам и владельцу магазина для проводников душ. Там они приобретают конфеты с искусственными душами, съев которые душа владельца выходит из тела, и на ее место становится душа-бот, которая должна вести себя так же, как и оригинал. Однако по ошибке ребятам в руки попала экспериментальная душа с Шенигами, которых разрабатывали для борьбы с пустыми, но из-за неудачного эксперимента все души такого типа были уничтожены. И по итогу в тело Ичига попала одна из таких выживших душ. В связи с чем Ичига начинает битву за свое тело, и с помощью Урохары ребятам удается переместить эту душу по имени Кон в игрушечного медведя, и тем самым вернуть тело Ичига. После этого всего семья Курасаки отправляется на кладбище, чтобы почтить память их матери Масаки Курасаки, которая погибла 7 лет назад, и как раз в это же время к Руке и прибывает с Шенигами Сайда, из-за того, что она перестала выходить на связь с сообществом душ. И там выясняется, что когда Руке передала свою силу Ичига, она нарушила главный закон Шенигами, и теперь ее должны будут судить. Однако не знающий про это Ичига начинает впрягаться за нее. Ну а параллельно со всем этим на сестер Ичига нападает Великий Удильщик, который, как оказалось, далее был тем, кто 7 лет назад минусанул маму Ичига. Здесь чем наш главный герой переключается на него и разваливает пустого. Однако он не смог его уничтожить, и Удильщик свалил. Ну а прибывший с Шенигами решил вернуться обратно в сообщество души, пообещал, что не будет разлучать сладкую парочку руки у Ичига. Далее по сюжету ребята знакомятся с Доном Каноджи, медиумом, который со своей труппой приехал в Каракуру. Каноджи устраивает шоу, на котором случайно запускают процесс пустификации неочищенной души, и поэтому Ичига приходится сражаться с полупустым. А уже далее, через несколько дней во время очередного сражения с пустым, Ичига пересекается с Урью Исидой, который является членом враждебного для Шенигами клана Квинси. И все это из-за того, что Квинси не изгоняют, а уничтожают души. Тем самым они нарушают энергетический баланс. В связи с чем далее Исида и Ичига устраивают соревнования по уничтожению пустых, которых Урью призвал приманкой Квинси. Однако он заигрывается и призывает слишком много пустых, и даже появляется Менас Гранды, представитель следующей ступени эволюции пустых, которого по итогу Ичига откидывает неосознанно использованный Гетсуга Теншоу. А чтобы победить остальных пустых, ребята объединяют свои силы, и им удается загнать пустых обратно. Однако сразу после этого духовная энергия Ичига выходит из-под контроля, и Урью приходится помогать ему спустить излишки энергии в небеса. Плюс ко всему оказалось, что из-за этого замеса разведчики сообщества душ засекли то, что Ичига изгнал Менас Гранды и внесли его в отчет. Также в процессе сражения с пустыми Арихима и Чад пробудили свою духовную энергию. И теперь Арихима может призывать из-за колок духов и отрицать все законы природы. А Чад получил в управление руку зимнего солдата, стреляющую духовной энергией. И после этих событий Ичига начал пытаться подружиться с Урью. Однако тот все никак не хотел добавлять его в друзья. Ну а Рукия же в это время, думая, что за ней скоро придут из сообщества душ, решает уберечь всех от опасности и избегает от ребят. Но оказывается, что за ней уже пришли, и это ее названный старший брат, глава клана Кучики, капитан 6-го отряда Бьякуя. А вместе с ним прибыл его лейтенант Абарай Рэнджи, который по совместительству лучший друг детства Руки. Она сразу же попыталась замаскироваться от них, однако они ее раскусили. Ну а параллельно с этим Ичига, узнав об уходе Руки, отправляется на ее поиски и далее пытается ее спасти. Но ему хватает сил справиться только лишь с Рэнджи, от которого он узнает, что у мечей есть имена, и зная имя своего меча, его сила кратно возрастает. Но сразу после этого Ичига вырубает капитан Бьякуя. И так как главные звенья души Ичига были повреждены, он теряет полученную силу с шинигами. Однако с этого момента он начинает пробуждать свои собственные силы. Ну а чтобы Ичига не минусанули, Рукия убеждает Бьякуя и Рэнджи отправиться скорее в Церитейл. Она выставляет это все так, что Ичига уже не жилец, хотя по факту этими действиями она засейвила его от Бьякуи. И по итогу они втроем отправляются обратно в сообщество душ. После чего Ичига подбирает любитель виски Киски Урахара. Он подлечивает Ичига и поясняет ему, что Рукию теперь ждет смертная казнь. В связи с чем Ичига замотивированный хочет ее спасти и начинает тренироваться в магазине Урахары, чтобы восстановить силы. Поначалу Ичига тренируется с девочкой Уруру, улучшая свой контроль над телом. Далее ему разрубают цепь судьбы и отправляют на 72 часа в глубокую яму, где он либо восстановит свои силы, либо превратится в пустого. И когда Ичига частично обращается в пустого, он попадает в свое сознание, где встречает дух своего меча. А уже он помогает Ичига пробудить силу с шинигами, с которой он был рожден. После этого Ичига сражается с Урахарой и узнает, что его меч зовут Тетсу Зангетсу. И теперь он понимает, как им правильно управлять. Далее появляется черный кот Ируичи, лучший друг Урахары, который далее по сюжету будет далеко не котом. Он помогает Урю, Арихиме и Чаду разобраться в своих способностях, чтобы они смогли далее помочь Ичига спасти руки в сообществе душ, где как раз неожиданно передвинули дату казни, и теперь руки осталось существовать 25 дней. В связи с чем, когда Ичига и остальные были готовы, Урахара и Тетсай открыли специальный портал, через который можно будет попасть в сери-тейл сообщества душ. А в пути ребятам будет помогать Ируичи. Им все вместе удается пройти через пленку портала и попасть в разделитель миров, где они встречают Чистильщика Катоцу, который следит за тем, чтобы никто не задерживался в этом месте больше, чем дозволено. Также из-за Катоцу происходит некий временной сдвиг, из-за чего ребята попадают в сообщество душ на одну неделю позже, так как зашли они в портал 1 августа, попали в пригород Рукангая 8-го, после чего ребята пытаются попасть в место обитания Шинигами, однако они случайно активируют защитный механизм, и вокруг появляются гигантские стены, которые поглощают Риацию, а возле входных врат ребята натыкаются на Джидамбо, стража которой 300 лет охраняет врата. И теперь, чтобы пройти через врата, им нужно победить стража, что Ичига делает без особых проблем. И по итогу Джидамбо позволяет им пройти, однако неожиданно вмешивается капитан 3-го отряда Ичимару Гин, который своим длинным занпактор ранит Джидамбо и выкидывает ребят обратно в Рукангай, закрывая при этом врата. Далее из-за того, что Орихими подлечила Джидамбо, жители Рукангая позволили им находиться здесь, и там Еруичи нашел свою старинную подругу Шибу Куукаку, которая предложила ребятам пересечь барьер по воздуху. Также там ребята встретили Генжи, брата Куукаку, который ненавидит Шинигами, так как они минусанули его старшего брата Каина Шибу. Однако все же далее Генжи вместе с остальными решает отправиться за стену и выяснить, почему его умерший от рук Шинигами брат до последнего был верен сообществу душ. Но перед всем этим ребята проходят тренировку по стабилизации Риацию, а уже далее Куукаку выстреливает Ганжи и ребятами из пушки отправляет их за стену. Но из-за нестабильной Риацию Ичига их всех раскидало по Церитейлу. Как раз в это же время капитаны Готэй-13 проводят собрания в связи с недавним появлением незваных гостей, которых по непонятной причине Ичимару Гин не захватил и позволил им уйти, чем вызвал недовольство капитанов, а в частности капитана пятого отряда Айзена Соски, который начал обвинять Гина, но прозвучал сигнал о вторжении. И капитаны по приказу главнокомандующего Ямамото Генрюсай отправились на их поиски. Айзен же продолжил в присутствии капитана десятого отряда Хитсугая Тошир обвинять Гина в измене сообществу душ. Этот разговор также услышал главнокомандующий и пообещал, что после стабилизации обстановки он накажет Гина. После чего нам показали Ичига и Генжу, которых выкинуло вместе, и они встретили офицеров одиннадцатого отряда Икако и Юмичика. И по итогам их встречи Ичига разваливает Икако и узнает, где держат руки. А также от него он узнал, что ему лучше не пересекаться с сильнейшим капитаном одиннадцатого отряда Зараки Кинпачи, который сейчас ищет битвы с ним. Параллельно с этим Генжу смог хитро развалить Юмичику и по итогу они с Ичига далее продолжили сражаться с целой кучей рядовых шинигами. Им удалось взять в плен Ханатару, который, как оказалось, далее из-за сочувствия к Руки решил помочь гостям ее спасти. Так как во время уборки ее камеры Руки рассказала Ханатару о своих похождениях в мире живых, в связи с чем он провел ребят через канализацию прямо к башне Раскаяния, где держат Руки. И там их на выходе встретил Рэнджи Абара, сила которого увеличилась в пять раз, так как при встрече с Ичига в мире живых его сила была порезана на пять. Но по итогам их битвы побеждает Ичига, и Рэнджи на эмоциях рассказывает о дружбе с Руки, и он просит Ичига ее спасти. А самого же Рэнджи за эти слова по приказу капитана Бьяку и объявляет предателем и арестовывают, а Ичига забирает Ханатару и занимается его восстановлением. В это же время Чат также аналогично прорывается через толпу шинигами, однако он натыкается на капитана восьмого отряда Кюраку, и по итогу он отлетает от него и его арестовывают. Также из-за этих всех боев Ямамото снова собирает собрание и объявляет военное положение, где все капитаны теперь должны держать свои зонпакта на готове, а про наказание Гина он ничего не сказал. Также там капитан Бьякуэ попросил об отставке Рэнджи Абарая, но его решение никто не поддержал. После чего капитан Айзен опять начал обвинять Гина в предательстве, а уже на следующий день Айзена нашли распятым. Его лейтенант Хинамори была уверена, что это сделал Гин, и она решила с ним расправиться. Но на защиту своего капитана встал лейтенант Изуру, и по итогу их вместе с Хинамори отправили временно в тюрьму, по распоряжению капитана 10-го отряда, хотя по идее Хитсугай тоже считает, что Айзена завалил Гин. Далее нам показали восстановленного Ичига, который вместе с Генжи и Ханатору встретили Кинпачи, и пока Ичига начал зарубу с капитаном, остальные отправились выручать Рукию. Далее уже в процессе их боя оказалось, что Кинпачи даже не использует силу своего зонпакту, но даже в таком состоянии он протыкает Ичига вместе с его мечом, после чего Ичига в своем сознании с помощью Зангетсу возвращает контроль над своим духовным мечом, и этим сильно бустит свою силу и продолжает наваливать по Кенчику, который в ответ снимает свою повязку, сдерживающую его духовную энергию, и тем самым он высвобождает всю свою силу, и по итогу они с Ичига наносят друг другу критические уроны и одновременно отрубаются. При этом Ичига даже удалось сломать зонпакта Кинпачи, после чего пацана спасает Яру Ичи, и оказывается, что его от смертельного удара спасла появившаяся маска пустого, также там Яру Ичи наконец показала свой истинный человеческий образ, представь перед Ичига в образе оголенной щенегами кошка-девочки, с традиционно для блича большими размерами. Далее нас перенесли к Генжи и Ханатору, которые добрались до Руки, и оказалось, что это она когда-то минусанула старшего брата Генжи. Руки сразу же пояснила, что брат Генжи Каен был лейтенантом и ее наставником, в которого однажды вселился пустой, и Руки по воле Каена отправила его на тот свет, после чего там появился Кучики Бьякуэ и серьезно ранил Генжи, но его от смерти спас капитан 13-го отряда Укитаки. Также далее появился под Регениной Ичигой и начал бакланить с Бьякуэй, однако он получил люлей, и его в очередной раз спасла Яру Ичи, которая, как оказалось далее, была когда-то капитаном 2-го отряда, и ее называли богиней скорости, и целых 100 лет ее никто не видел в сообществе душ, здесь чем далее Яру Ичи вместе с Ичигой исчезают, а Ханатору и Генжи арестовывают. Параллельно со всем этим приземлившиеся вместе Исида и Арихимы сражается против офицера Джироба, и победив его их берет на себя капитан 12-го отряда Куроцвичи Майори. Он нападает на ребят, жертвуя своими подчиненными, и все это ради того, чтобы получить материалы для своих исследований. Однако по итогу Ури узнал, что Майори завалил его деда и по совместительству его учителя ради своих опытов. Это приводит его в бешенство, и он, чтобы восстановить честь Квинси, в частности своего учителя, ломает свою перчатку Квинси, высвобождая гигантскую силу, которой он серьезно ранит Майори, но тот по итогу по жидкому сливается, после чего появляется капитан 9-го отряда Тоусен и арестовывает Урию. Ну а в это же время Арихимы спасают Шенигами из 11-го отряда, и она попадает в их отряд. После всех этих событий Ируичи начинает обучение спасенного Ичига. Она планирует научить его за 3 дня использовать банка, и это второй уровень воплощения Занпакта. А для этого она помогает Ичига материализовать Зангетсу, и уже далее ему нужно будет подчинить его своей воле. Также примерно в это же время Рэнджи сбегает из тюрьмы и находит Ируичи Ичига. Он присоединяется к ним, чтобы достичь банка и спасти Рукию, и по итогу Рэнджи, изучив банка, отправляется в соло спасать подругу, а Ичига остается и продолжает обучение, так как он еще не освоил свой банкай. Как раз в это же время в ГТ-13 начинается заварушка из-за предсмертного письма Айзена, где было сказано, что он скорее всего будет убит капитаном 10-го отряда Хитсугая Тошира, который является давним другом Хинамори лейтенанта отряда Айзена. Также Айзен в письме пояснил, что Хитсугай планирует через подстроенную казнь руки и похитит меч Сауки-Оку, которым должны будут казнить Рукию и который обладает силой миллиона Занпакту. А уже после с этой силой типа Хитсугай хочет уничтожить сообщество душ. В связи с чем вся на эмоция Хинамори начала нападать на своего друга капитана, он же пытался ей объяснить, что это скорее всего подстроил Гин, изменив текст письма Айзена, после чего вмешалась Мацумото лейтенант 10-го отряда и по совместительству подруга Гина, и конфликт пока что был исчерпан. После чего наступает день казни Руки, и оказывается, что Зараки Кенпачи перескочил на сторону Ичига, так как зауважал его после их битвы, и каждый из них теперь думает, что он тогда проиграл. И поэтому Зараки на полном серьезе хочет взять реванш у Ичига. Также Зараки был тем, кто освободил Генжу Урью и Чада, и тем самым он выступил против сообщества душ, в связи с чем он начинает сражение с друганами Тоусоном и Камамурой, которые обвинили сильнейшего Кенчика в измене. Ну а в это же время Рэнджи по пути к Руки и наткнулся на ее брата и своего капитана Кучики Бьякую, который из-за своих высокоморальных семейных принципов хотел казнить Руки, и по итогу Рэнджи отхватил от него люлей. В связи с чем Руки повели на казнь, но неожиданно появился Ичига и остановил процесс. Он передал Руки у Рэнджи и тот начал с ней убегать, а сам же Ичига начал сражаться с Бьякуей. И в процессе их боя происходит первое появление альтер-эго пустого Ичига и первое использование банка и осознанной Гетсуга Теншоу. И по итогам этого замеса Ичига разваливает Бьякую, и брат отходит от своих семейных принципов и наконец оставляет Руки в покое. Также параллельно с этим двое капитанов Укитаки и Кюрако уничтожает легендарный Занпакта, в связи с чем с ними начинает бой главнокомандующий Ямамото Гинрюсай. А Юричи взяла на себя капитана Сайфон, которая когда-то служила под ее началом. И теперь Сайфон хочет доказать своей бывшей наставнице, что она быстрее. Также она не может простить, что Юричи сбежала из сообщества душ и оставила ее, но по итогу Сайфон проигрывает эту схватку. Примерно в это же время Хитсуга и Мацумото отправляются к правительству сообщества душ Совет 46, чтобы остановить казнь Руки, но оказывается, что Совет был полностью уничтожен. И это сделали Айзен и Гин, которые также далее смертельно ранили Хинамори. Капитан Хитсугай, увидев это, сразу же атакует Айзена своим банкаем, однако отлетает всего от одного удара. И от смерти его спасает появившийся капитан Унахана. После чего выясняется, что Айзен, используя силу гипноза своего меча, ввел всех гипноз и заставил поверить в свою смерть. И теперь по плану Айзен собирается стать королем душ. Также на их сторону перепрыгнул капитан Тоусен, который высадил Рукиу и Рейнджи и портанул их на холм казни, куда также портанулись Гин и Айзен. Там Айзен сразу же проткнул руки и вытащил из нее Хаугиоку, который Урахара имплантировал в нее. И этот предмет позволяет передавать силу и делать еще целую кучу всего. В связи с чем довольные Айзен, Тоусен и Гин отправляются в мир пустых Хоекамунда, измерение между миром живых и сообществом душ. И с этого момента Айзен становится главным антагонистом этого аниме. А в сообществе душ после всех этих событий шинигами признали Ичига и остальных спасителями. Ичига получила от Укитаки значок временного шинигами, который позволяет ему покидать свое тело без использования конфет. И через неделю ребята возвращаются домой, а Рукия же решает остаться в мире душ. После чего между Айзеном и сообществом душ начинается война, где Айзен нацеливается на родной город Ичига Каракуру. Ну а в это же время Ичига, вернувшись в свой город, знакомится с Вайзредом Хирака, который является пустифицированным шинигами с силой пустых. И Хирака когда-то был капитаном 13-го отряда, и его лейтенантом в то время был Айзен, который далее его подставил. И сейчас Хираку предложил Ичига стать Вайзредом, однако пацан отказался. Примерно в это же время на Урю, который остался без силы, нападает Менас, и от пустого его спасает его отец Рукин и Сида, и они с сыном начинают тренировки по возвращению силы Квинси. А на кона в теле Ичига нападает Великий Удильщик, капнувший свою силу из-за Айзена, но его спасает отец Ичига, который, как оказалось, смог вернуть свою силу шинигами. Также в этот же день в Каракуре появляется двое Аранкар из Эспады Айзена, четвертый номер Улькиора и десятый номер Ями. Аранкары это пустые, которые сняли свои маски и получили силу, похожую на шинигами. И поначалу с ними начинают сражаться Чаты Арихиме, а после подключаются Урахара и Ируичи. Также далее там появляется Ичига, и происходит небольшая битва между Ями и остальными. А после Аранкары решают отступить, так как их целью была проверка силы Ичига. А также из-за этой битвы Айзен заинтересовался силой Арихиме. В связи с этими событиями в школе Ичига появляются новые ученики, в числе которых капитан Хитсугай и лейтенанты Рэнджи, Руки, Айкаку, Юмичико и Мацумото. Они прибыли сюда из-за чрезвычайного положения в сообществе души, всему этому виной Айзен. После чего далее в Каракуре появилась еще целая куча Аранкар-фракционов под предводительством шестого из Эспады Гримджоу. Шинигами начали сражаться с фракционами, а Ичига взял на себя Гримджоу и отхватил от него люлей. Однако далее появился Тоусен и забрал шестерку Гримджоу. Так как он здесь появился без приказа, из-за этого его лишили руки и изгнали из Эспады. Ну а Ичига же далее решил наведаться к Вайзердам. Но не для того, чтобы присоединиться к ним, а чтобы его научили контролировать внутреннего Пустого. Вайзерды сразу же поставили ему условие, что для обучения он должен будет присоединиться к ним. Но Ичига отказался, из-за чего у них произошла заварушка, в процессе которой он снова подрубил Пустого. И Хирука, поняв, насколько силен Пустой внутри Ичига, согласился обучать его. И на протяжении следующего месяца Ичига тренировал контроль Пустого. Параллельно с этим Чат тренировался с Рэнджи, а Урию со своим отцом. И уже далее, 8 октября, в Каракуре снова появились Аранкары. Хитсугай взял на себя Альтенору, Урахара сражался с Ями, а Ичига взял реванш у Гримджоу, где он использовал силу Пустого и чуть не минусанул шестерку. Но в этот раз его забрал Улькиора, так как их миссия была выполнена. И оказалось, что все эти бои были нужны, чтобы Улькиора в разделителе миров перехватил Орихиме. Он там показал ей искаженные бои, где ее друзья были типа на грани смерти. И он пообещал сохранить им жизнь, если Орихима согласится одеть браслет, скрывающий ее от всех, кроме Аранкаров, и отправиться в Хоекамунда к Айзену. А чтобы попрощаться с друзьями, он дал ей 12 часов. И обманутая Орихима ради спасения друзей согласилась на это. И напоследок, попрощавшись с Ичигой со своей лучшей подругой Тацюки Низа Кацюки, она отправилась в Хоекамунда. А на следующий день все узнали, что Орихимы пропала. И Шенигами подумали, что она стала предателем и перескочила на сторону Айзена. И поэтому Ямамото через трансляцию на местном бличе приказал никому и Шенигами не участвовать в ее спасении. Однако же Ичига был уверен, что Орихимы не предатели, поэтому объединившись с Урию и Чадом, они через Урахару отправились в Хоекамунда. Там по прибытию они встретили трех добрых Аранкар Пэ, Шанелла и Дандачака. А также там к ним неожиданно присоединились Рукиа и Рейнджи. И они все вместе верхом на черве из Дюны отправились в Ласночас, место обитания Айзена, который как раз в это же время поприветствовал Орихимы и попросил ее восстановить руку Гримджоу. И он сразу же после этого восстановил свое место в Испаде. Далее нас вернули к Ичиге и остальным, которые прибыли в Ласночас, и там ребятам пришлось разделиться. И оказалось, что всех их ждали Аранкары, которые состоят или раньше состояли в отряде Айзена и Испаде. И по итогу Урио вместе с Пэшем сражается с Тянко Аранкаром Чиручи, который они побеждают. Рейнджи и Даначак сражаются против Заэля Пора, восьмого из Испады. И он в процессе боя запечатывает банкай Рейнджи, но к нему на помощь приходит Урио, и они вместе набаливают Аранкару. Однако он неожиданно полностью восстановился и решил отправиться переодеваться, в связи с чем Рейнджи и Урио начали искать остальных. Однако это была всего лишь уловка, и они оказались в покоях Заэля Пора, который проанализировав ребят создал их зеркальные копии, повторяющие все их действия. Рейнджи это понял и развалил здание своим банкаем. Но восьмой все равно оказался сильнее, и он развалил ребят, после чего включились Пэш и Даначак, которые оказались очень даже недооцененными, однако они тоже проиграли Заэля Пора. Рукия же в это время начала сражаться с девятым по силе Аранкаром Испады Аранира Арируэри, который принял образ лейтенанта Кайна Шибы, старшего брата Генджи. Однако Рукия его раскусила, и ей удалось развалить его, но сама Рукия также рухнула из-за ранений. Чат в это же время победил Гантенбайна, но сразу после появился Найторо, пятый по силе в Испаде, и он без особых проблем развалил Чада, но не стал его добивать, чтобы тот признал его силу. Ичига же вместе с Нелл начали бой с Дордони, которого они с небольшим трудом победили, после чего появился Улькиора, с которым Ичига решил не сражаться, но после того, как он узнал, что это Улькиора привел сюда Арихиме, Ичига врубил банка и начал нападать на него, но тот в ответ продырявил пацана и отправил его на тот свет. Далее через некоторое время появились Гримджоу вместе с Арихиме, который он спас от сестричек Аранкарок. Гримджоу хочет, чтобы Арихиме своим отрицанием законов воскресила Ичига, чтобы они с ним могли на равных посражаться. Однако опять появился Улькиора и спросил, зачем Гримджоу все это делает с врагом, который уже повержен. Также он сказал, что заберет Арихиме, так как это приказ Айзена, но Гримджоу был против этого, и он начал нападать на Зеленая Эмма. А после он запустил в его дырку Каху Нагасьем, прием, которому всех испадовцев научил Айзен. Этот прием позволяет запечатывать любого Аранкара в другом измерении, но так как Улькиора силен, это его задержит всего на пару часов. В связи с чем Гримджоу попросил Арихиме продолжить лечение, но она отказалась, так как не хочет, чтобы Ичига страдал. За это Гримджоу решил ее завалить, но вмешался в воскресший Ичига и попросил Арихиме вылечить его полностью. В связи с чем Ичига и Гримджоу начали мощную битву, где Ичига использовал свой банка из силы пустого, и по итогу он смог развалить Гримджоу. После чего к этому бою подключился Найтора, который также начал нападать на Ичига, и он уже был посильнее шестерки. Также далее от Найтору Ичига узнал всю правду про Нел. Оказывается, она раньше была в Испаде вместо Найтора, и он ее считал своей заклятой соперницей. А сместить ее и ее друзей Пэша и Дондачака ему помог за ель опора. И теперь Найтора начал намекать, что Нел сейчас всех использует для своей выгоды, после чего он начал разваливать Ичига на глазах Нел, и она приняла свою взрослую форму Нелтянки. Ей даже удалось развалить Найтора, используя свой ресеруксион, но по итогу она отказалась его добивать и превратилась обратно в ребенка. А в это же время помощник фракцион Найтора Минотавр начал наваливать Паичига, и от смерти пацана спас неожиданно появившийся Зараки Кинпачи. Он кинул Ичига к своему мечу и попросил его хватать девчонку и валить из этого места, а все остальное он сделает сам. Оказалось, что он прибыл сюда через Урахару на помощь ребятам. Также сюда прибыл Бьякуэ, который отправился к Руки и спас ее от Рура седьмого из Испады, который появился после Аранира Арируэри, а на помощь Урью и Рейнджи прибыл Майюри, и они все вместе развалились за ель опора. Капитану Нахана же помогла Чаду, и по итогу капитаны прибыли сюда, чтобы разобраться с Испадой, в связи с чем Кинпачи снял сдерживающую Ириацию повязку и крестиком разрубил Найтора. После чего Кинпачи попросил Арихимы подрегенить его и вместе с Ичига валить отсюда обратно в свой город. Но неожиданно появился Кайот Старк, первый по силе в Испаде. Он подхватил Арихимы и доставил ее к Айзену, который в этот момент через Баку до Тоусона открыл чат с прибывшими капитанами. И так как они развалили Испадовцев, он в награду решил им поведать детали своего плана. Айзен рассказал, что с помощью Арихимы он сюда заманил временного Шиннигами Ичига, и тем самым оставил Каракуру без защиты. Плюс ко всему, четыре капитана ГТ-13 теперь будут заперты в Хоэ Камунда, так как он закроет все четыре Гарганты, через которые они сюда попали. Также он пояснил, что сила сообщества душ строится на силе ГТ-13 и их капитанов, но так как четыре капитана заперты здесь, а трое капитанов покинули ГТ-13, сейчас сообщество душ осталось без половины своей мощи. И теперь Айзен намерен с помощью Каракуры и ее жителей создать ключ к дворцу Короля душ, а помогут ему в этом все 100 тысяч душ жителей Каракуры. Ичига же услышав это, начал искать способ вернуться в город, но его остановил Кинпачи, и рассказал про то, что Ямамото Генрюсай, узнав про то, что скоро будет финальная битва с Айзеном, отдал несколько приказов Урахаре. Первое, это чтобы он помог попасть капитанам Хоэ Камунда, а второе, это чтобы Урахара подготовил Каракуру для битвы с Айзеном, где будут участвовать все капитаны и лейтенанты. И по сути это была замануха для Айзена. А сам же настоящий город Урахара заменил макетом, перенеся город и уснувших жителей в нем на окраину сообщества душ с помощью столбов ират миров. И теперь там появление Айзена ждут оставшиеся капитаны, лейтенанты и главнокомандующий Ямамото Генрюсай. Однако в ответ Айзен сказал, что он знает, что настоящая Каракура в сообществе душ, и поэтому он планирует вначале всех тут развалить, а уже после добраться до настоящей Каракуры и ее жителей. В связи с чем он через Гарганту, выйдя в искусственную Каракуру, подтянул с собой сильнейших оранкаров Испады, первого по силе Старка и его спутницу пистолет Лилинет, второго номера Барагана короля Хоэ Камунда, которого Айзен, победив, добавил в Испаду, а также Хорибл, третью по силе и ее свиту. А Лас Ночи Сайзен пока оставил под присмотром появившуюся из другого измерения Улькиоры, который сразу же решил завалить Орихимы, так как она больше не нужна. Ну а параллельно с этим Ичига, узнав где находится Орихима, направился туда, но на его пути встали экзокиассы, которых по итогу взяли на себя подрегененные Руки и Рейнджи. И по итогу Ичига успел добраться до Орихимы и засейвить ее, после чего они начали по жесткому бакланить с Улькиорой. Также там появился Ями, которого Улькиора отправил расправляться с другими капитанами, но перед этим здоровяк решил разобраться с неожиданно появившимися сестренками-аранкарками, а также он решил завалить Орихимы, но на ее защиту встал неожиданно появившийся Урью, и ему удалось кинуть Ямича на дно Лас Ночас. В это же время Ичига поняв, что Орихимы в безопасности подрубил силу пустого, Улькиора же в ответ использовал силу своего меча, и он начал ломать лицом Ичига башни Лас Ночас, после чего четвертый подрубил свой ресеруксион второго уровня, и оказалось, что он единственный из испады, кто достиг второго уровня высвобождения. И по итогу он сделал Ичига в груди новую дырку и скинул его вниз. И пока с Улькиорой сражался Исида, Орихимы пыталась воскресить Ичига, но оказалось, что он не умер, и услышав крики и плач друзей, Ичига весь покрылся энергией и полностью высвободил своего пустого, который захватил его разум. И эта духовная машина для убийства начала наваливать люлей Улькиори, который не мог понять, откуда у пацана такая сила. После чего он одним ударом отсек руку Улькиори, в ответ Улькиора запульнул в него атомное копье энергии, которое вызвало песочное цунами. Но Ичига в ответ одним своим ударом располовинил Аранкара и решил его добить. Но вмешался Урию и попытался привести Ичига в чувство, но тот в ответ накормил его своим Занпакта. А также эта заминка позволила Улькиори подорваться и отрубить рог Ичига, из-за чего с него слетела маска пустого и он рухнул на землю. А Улькиора, понимая, что ему нанесли слишком много урона и его органы теперь не восстановятся, решил закончить этот бой. Но неожиданно над телом Ичига появился вихрь энергии, который залечил его рану. И он пришел в себя и попытался узнать, что происходит. Улькиора вытащил из Урию Занпакта и кинул его Ичига, чтобы продолжить бой. Однако сразу после этого он начал рассыпаться. И он попросил добить его, но Ичига отказался и по итогу Улькиора просто исчез. После чего раненый Урию попросил Ичига помочь остальным, пока они здесь будут восстанавливаться. И Ичига отправился к другим битвам. Ну а примерно в это же время ребята развалили очередного пустого. После этого появился упавший на дно Ями, который увеличился в размерах. И оказалось, что чем больше он злится, тем сильнее становится. После чего Ями высвободил свой меч и стал настоящим гигантом. Из-за чего его цифра 10 на плече превратилась в цифру 0. И оказалось, что в Испаде номера силы идут не от 1 до 10, а от 0 до 9. И получается, Ямич после высвобождения своей силы меняет номер. И по факту он сильнейший нулевой Аранкар Испады. Ребята начали с ним сражаться, но отхватили люлей. К этому же моменту появился Ичига, а после и Капитаны, которые решили отправить Ичига в Каракуру. Так как Майюри к этому времени проанализировал Гарганты и смог открыть портал в разделитель миров. В связи с чем Ичига и Унахана отправились в сторону фейковой Каракуры. Где она в дороге восстановила пацану поток Риацу. А также она пояснила, что Ичига единственный, кто не видел меч Айзена. И не попадал под его гипноз. И это его преимущество над ним. И пока они это все обсуждали, Кинпачи и остальные смогли развалить здоровяка Ями. Но в это же время в фейковой Каракуре Ямамото Генрюсай подрубил свой мечерю Джунджаку. И отрезал огнем Айзена, Гина и Тоусона, чтобы выиграть время и пока что разобраться с Аранкарами. В связи с чем Баранган решил в отсутствии Айзена вспомнить былые времена и поддавать приказы остальным. Также он понял, что так как настоящий город перенесли с помощью столбов, разрушив которые они вернут его на место. В связи с чем он начал призывать к столбам гигантских Аранкар. Но оказалось, что столбы защищают лейтенанты, которые на Изи развалили пустых. В связи с чем Баранган отправил четырех Аранкар из своей фракции к столбам. Юмичико начал сражаться с трансом Аранкаром Шарлоттой, которого он победил, высосав его Риадсу. Лейтенант Кира начал бой с Чингачкуком Аверама Редера, которого он развалил своим утяжелителем Занпакта. Хисаги 69 начал бой против Тиндера, который сломал себе маску, чтобы стать сильнее, но Хисаги с помощью Бесстрашия победил Аранкара. Единственный, кто проиграл свой бой, был Икаку, которого развалил огромный Никунфу По. В связи с чем за Икаку впрягся капитан мощный Фокс Камамура, и он с помощью своего Банкая в атаке Титанов развалил По. После чего включились сильнейшие Аранкары, и Ямамото приказал всем использовать свою силу на полную. Капитан Хисаги и его лейтенант Рангику Мацумото начали бой против Гарема Хорибл, также к этому бою подключилась восстановившаяся Хинамори, и по итогу они чуть не проиграли этот сиська батл, так как Аранкарихи призвали Айона из своих частей тела, и уже этот олень Змей Минотавр начал всех разваливать. Однако под конец подключился сам Ямамото Генрюса и уничтожил этого Айона. И так как лейтенантам требовалась медицинская помощь, Хисаги в Соло взял на себя Хорибл, которая была очень сильна, а после того, как она высвободила свой ресуруксион, она располовинила капитана, но оказалось, что это был лишь его клон. Исходя из чего далее, Хисаги использовал силу своего меча Хюринмару, сильнейшего в своем подтипе. Он призвал с неба снег, который соприкасаясь чем-либо замерзал в форме цветка, и тем самым Хисаги заморозил Аранкариху. Параллельно с этим капитан Сайфон и ее лейтенант Амайда Центнер взяли на себя остатки фракции Барагана, а после уже переключились на него самого. И оказалось, что король пустых может застаривать за секунды все к чему прикоснется, и он олицетворение старения. Здесь чем он подрубил свою силу, которая коснулась руки Сайфон, и ей пришлось ампутировать себе руку, чтобы полностью не сгнить. После чего Сайфон своим мощнейшим банкаем подорвала Барагана, однако так как он бессмертен, это все не сработало. Также параллельно с этим нам показали бой капитанов Укитаки и Кюраку против Старка и Лилинет. Где Укитаки взял на себя выглядящую как ребенок Лилинет, и она по факту начала разносить сама себя, а Кюраку на чили и расслабонь и начал бакланиться Старком. Однако, когда первый объединился с Лилинет, и она превратилась в пистолет, и капитанам пришлось не сладко. Далее открылась еще одна гарганта, и оттуда вышли Вандервайз и хреновина прародитель Меносов, после чего Вандервайз за считанные секунды подлетел к Укитаке и проткнул его, а Старк, воспользовавшись этим, прострелил Кюраку, и оба капитана полетели вниз. Также от крика Вандервайза треснул лед, сдерживающий Хорибл, а также он смог поглотить пожар возле Айзена, и получается, что с Шенигами оказались в полной заднице. Однако, к ним на помощь неожиданно пришли Вайзерды, которые сказали, что они не союзники с Шенигами, они просто враги их врагов, и союзники Ичига. После чего нам пояснили, что Айзен когда-то сделал Хираку и остальных Вайзердами, пробудив в них пустых своими экспериментами. А также Айзен тогда подставил на тот момент капитана 12-го отряда Урахару, выставив все так, как будто это он сделал. Хотя по факту Урахара вместе с Еруичи тогда спасли всех Вайзердов, и сейчас они пришли сюда отомстить. Однако Вандервайз снова начал орать, и из гигантской хреновины начали появляться сотни минусов Гранды, которых начали разваливать Вайзерды. А в это же время Хираку отправился минусовать Айзена, но на его пути встал Тоусен, в связи с чем к этому бою подключились его бывший друг Камамура, а также его лейтенант Хисаги-69. И по итогу они с большим трудом и целой кучей флешбеков смогли победить Тоусена. Вайзерды, Маша Райкинсей в это время сдерживали Вандервайза, Лав и Роджера начали сражаться со Старком, также к ним подключился восстановившийся Кюраку со своими парными мечами, и по итогу, используя банка, Кюраку смог разрубить Старка и скинуть его на дно. А Вайзерд Хачиген отправился помогать Сайфон с бараганом. Он попытался победить короля своими барьерами, однако это не сработало, поэтому он использовал силу короля против него же самого, и по итогу король минусанул сам себя через руку Хачигена, вошедшую внутрь него. На помощь же Китсугая прибыли Вайзерды, Лиза, лейтенант, служившая когда-то под началом капитана Кюраку, а также Хиори, бывший лейтенант 12-го отряда, служившая под началом Урахара Киски. Однако уже в следующем моменте к Хорибл подлетел Айзен и порезал ее, сказав, что она ему больше не нужна. Вандервайз же в это время развалил Вайзердов, в связи с чем все, кто еще в строю подлетели к Айзену и Хиори первая атаковала его, за что получила подарок от Гина. Ее подхватил Хирака и далее он со всей злостью начал нападать на Айзена, но тот выключил его всего одним ударом, а также он неожиданно добил побежденного Тоусона на глазах его бывших друзей. Сразу после этого треснуло небо и появился Ичига и начал яростно нападать на Айзена, но тот в ответ решил показать разницу между их силой, и Айзен решил пока что даже не использовать силу своего Занпакта. После чего к замесу подключились все капитаны и Вайзерды, и они все дружно начали нападать на Айзена, однако абсолютно все потерпели поражение. Далее включился Ямамото Генрюсай, но даже он не смог совладать силой Айзена, в связи с чем он решил сжечь его и всех вокруг ради победы. Но оказалось, что Вандервайз специально модифицированный Аранкар, который создан был лишь для одной цели, запечатать силу огненного меча Рюджинджака. Однако Ямамото даже без меча продолжал показывать силу, и они начали люто бакланить с Вандервайзом, и старику даже удалось разорвать Аранкара, однако тот напоследок выпустил из себя все накопленное пламя, и чтобы все не сгорели, Ямамото ценой своего здоровья остановил выброс пламени. И по итогу главнокомандующий был побежден, и Айзен решил его добить, но старик опять выдал сюрприз и поджарил Айзена. Сразу после этого на Айзена начал нападать Ичига, после чего Айзен пояснил, что он с самого рождения взращивал Ичига как равного себе противника, чтобы потом на нем протестить свою силу. Но не успев договорить, появился отец Ичига Исин Курасаки. Также далее появились Урахара и Ируичи, и в итоге пока Ичига взял на себя Гин, Исин, Урахара и Ируичи сражались с Айзеном. Урахара пытался схватить его своими Бакуда, однако из-за стройного Хоугиоку Айзен стал неуязвимым. Также он начал трансформацию своего тела с помощью Хоугиоку, соединив его со своей душой. А когда он закончил свое перерождение, его противники были побеждены. Гин же в это время развлекался своим 13-километровым зампакта с Ичига, и далее к их бою присоединился Айзен вместе с развалинами Урахара и Ируичи Исином. И поняв, что Ичига слабый, Айзен решил не тратить на него время и отправиться сразу же в настоящую Каракуру, и он попросил Гина открыть туда портал. А Ичига пока что он оставил здесь, чтобы поглотить его, когда все закончится. И они с Гином зашли в портал, где в разделителе миров Айзен решил показать свою силу, и он минусанул Чистильщика Катоцу. Однако далее оказалось, что Гин немного промахнулся с открытием портала, и они попали в место неподалеку от Каракуры. Гин все это выставил, как будто его прицел сбился из-за расправы над Чистильщиком. В это же время к поникшему Ичига потянулся очнувшийся отец и сказал, чтобы он скорее открыл портал в Сен-Каймон, чтобы они пошли вслед за Айзеном. Но оказалось, Ичига был в тельте, так как он понял, что ему не победить этого монстра Айзена. Однако Исин решил открыть сыну глаза, и если он не сможет победить Айзена, то никто не сможет. И поэтому Ичига решил идти до конца. И они с отцом вошли в Сен-Каймон, где Исин сразу же заметил отсутствие Катоц, и он решил немного почетерить. Так как в этом измерении время идет 2000 раз быстрее, чем в других мирах, и оно отрезано от времени и пространства. И сейчас он хочет воспользоваться этим и научить Ичига завершенной Гецу Котэншоу. Для этого Исина остановит своей Риацию по токе Корью и выиграет для Ичига время, а поможет ему в этом Кайко Котэй. И так как обычно этим занимается целая группа с шинигами, Риацию Исина хватит примерно на 2000 часов, что равно одному часу в реальном времени. И теперь Ичига должен вызвать Зан-Гецу, чтобы он научил его завершенной технике. Однако отец предупредил сына, что его Зан-Пакта всеми силами будет отказываться обучать его, так как у него на это есть свои веские причины, но Ичига не должен сдаваться. После чего он начал концентрироваться и появился в своем сознании заполненной водой, где он встретил Зан-Гецу, и они начали сражаться. Зан-Гецу сказал, что не будет обучать Ичига завершенной технике, так как ему не важно, что хочет защитить сам Ичига. Ему важно, что хочет защитить он сам. И именно по этой причине он не хочет обучать его. Также Ичига почувствовал исходящую печаль от Зан-Гецу. А уже далее в процессе боя Ичига понял, что ему нужно принять меч, и он позволил ему воткнуть его в себя. Однако Ичига не почувствовал боли, так как меч это часть его. После этого Зан-Гецу объяснил, что он не хотел обучать Ичига завершенной Гецу-Гатэн-Шоу, так как он хотел защитить самое ценное, что есть у него, и это сам Ичига. Исходя из чего он согласился обучить его и пояснил, что последствия использования этой техники для Ичига будут ужасными. Далее нас вернули к Айзену и Гину, которые добрались до Каракуры, где они обнаружили, что некоторые жители вышли из сна и большая часть из них были друзьями и знакомыми Ичига. Айзен их узнал и решил завалить их, чтобы тем самым озлобить и усилить Ичига. Однако появился Дон Каноджи, который далее чуть не отъехал, почти коснувшись Айзена. Но его спасла появившаяся подруга Гина Мацумо Тарангику, в связи с чем Гин решил ее взять на себя и, оттащив подальше, сделал вид, что завалил ее, после чего он вернулся к Айзену, который снова настиг выживших. И Гин своими движениями помог людям убежать, после чего он спросил, что дальше будет делать Айзен. Он сказал, что собирается развешать трупы всех жителей по окраине города и создать ключ короля. Однако в ответ этому Гин дотронулся до меча Айзена, чтобы избежать его гипноза. А после он своим супер-быстрым зонпакто проткнул его грудак, и оказалось, что Гин это планировал с самого начала, ведь он считал, что он единственный, кто сможет победить капитана Айзена. Так как меч Гина не ускоряется и не удлиняется, он на долю секунды превращается в пыль, и внутри меча находится сильнодействующий яд, разрушающий клетки. И сейчас кусок его зонпакто он оставил в груди Айзена, в связи с чем его тело начало распыляться и Гин смог забрать Хоугиоку. Однако уже было поздно, так как Хоугиоку стало частью тела Айзена. В связи с чем он смог полностью восстановиться и принять новую форму и забрать у Гина свое Хоугиоку. Айзен рассказал, что еще до Урахары он изучал этот предмет и выяснил, что Урахара его не доделал. И поэтому Айзен выкрал Хоугиоку Урахары и соединил его со своей разработкой, связи с чем он получился настолько сильным. А уже после этого объяснения Айзен оторвал руку Гину и проткнул его мечом, после чего появилась Рангику и начала рыдать над телом Гина. А уже далее под мощные басы появился прокачанный Ичига с растратившим всю реацию отцом на плече, связи с чем он удобно разместил отца и убедился, что его сестры в порядке. Также он попросил своих друзей и знакомых оставаться на своих местах, так как он планирует провести бой с Айзеном вне города. Также оказалось, что у Ичига вообще не ощущается духовная энергия, в отличие от Айзена, духовная энергия которого была безумной. И Айзен был разочарован тем, что Ичига не эволюционировал, однако Ичига в ответ схватил его за лицо и перетащил за границы города. После чего они начали финальный бой, где Айзен думал, что горы слетают от его взмахов, но оказалось, что это все было из-за апа силы Ичига, так как он даже голыми руками смог остановить атаку Айзена. Также он смог одним взмахом руки разрушить его темный барьер. Исходя из чего Айзен снова начал трансформироваться и он полностью соединился с Хоугиоку, Ичига же в ответ решил использовать завершенную Гетсуга Теншоу и он превратился в Гетсугу. И нам наконец-то пояснили, что если Ичига использует завершенную форму, то после применения он поэтапно начнет терять духовную силу, поэтому ее и называют завершенной. И именно поэтому Зангетсу не хотел его обучать этой технике. В свою очередь Айзен был в шоке, так как он перешагнул все пределы шинигами и стал существом высшего порядка, но даже в таком состоянии он сейчас стоит на ступени эволюции ниже, чем апнутый Ичига. После чего Ичига использует Мугетсу и от этой бешеной силы Айзена разрезает пополам, однако тот умудряется пережить финальную атаку и начинает регениться. А в это же время у Ичига заканчивает действовать завершенная форма, и по итогу эта сила полностью исчезла. Но сразу после этого появился киски Урахара. Так как Айзен сильно ослаб, он активировал свое специально разработанное кида и начал запечатывать его. А поместил он это кида в него, когда тот еще был в своей обычной форме во время применения целой кучи бакуда. В связи с чем Айзен попытался переманить Урахару на свою сторону, но тот пояснил, что ему не нравится идеология Айзена и поэтому Урахара хочет сохранить короля душ, чтобы сообщество душ не раскололось на части и не начался хаос. И по итогу главный антагонист почти Саски только через О, Айзен был запечатан. А Ичига же в этот момент упал без сознания, а пришел он в себя только через 10 дней, и он пока еще обладал духовной силой. Но Рукио ему пояснило, что когда он потерял сознание, это был первый этап потери силы, а также он получил обратное время, которое провел в разделителе миров, и теперь даже Урахара не знает, когда наступит второй этап. А параллельно со всем этим, новый Совет 46 осудил Айзена на 20 тысяч лет заключения на нижних уровнях здания Совета. А уже далее после этих событий, 11 ноября Ичига полностью теряет силы с Шинигами и прощается со своими сверхъестественными друзьями, и начинает жить обычной жизнью обычного школьника-старшеклассника. Однако после начинается новая глава жизни Ичига, где он все так же учится в школе и подрабатывает после нее у своего босса пышногрудой Унаги. И в один из дней после школы Ичига становится свидетелем кражи рюкзака, и он решает вмешаться, так как прокачанное тело и рефлексы с Шинигами у него все еще присутствуют. В связи с чем он догоняет вора и наваливает ему люлей, а после возвращает рюкзак его владельцу Куга Гинджоу, который является главой организации экзекуции, в которую входят фулбрингеры. В связи с чем уже на следующий день дружки вора пытаются найти Ичига, но натыкаются на Урю и путают его с ним, чем сильно оскорбляют его, и он начинает наваливать по бандитам. Также далее там появляется Ичига и подключается к этому замесу. Но точку в этом всем ставит босс сиськастая машина Унаги, которая раскидала всех бандитов и схватив Ичига отвезла его на работу. Где через некоторое время появился тот самый Гинджоу, который начал разговаривать с Ичигой исключительными совпадениями, и по-тихому начал сеять сомнения касательно отца Ичига и Урахары. Но Ичига во все это не поверил. Гинджоу сказал, что через магазин Урахары это все можно подтвердить. Также он дал пацану свою визитку на случай, если ему нужна будет помощь. После чего этим же вечером кто-то развалил Урию и отправил его в больницу, и предположительно это был Цукишима, который за ним следил. Ичига попытался выяснить у него, кто на него напал, но Уфорайс отказался что-либо рассказывать. А уже на следующий день тот самый вор нападает на друзей одноклассников Ичига Кейгой Мизуира, но их спасает клубника Мэн. После чего он узнает от вора, что тот работает над Цукишиму, который далее появляется и сразу же сваливает из-за появления отца Урию Рукина и Сиды. В связи с этими событиями Ичига решает позвонить Гинджоу и договориться с ним о встрече, чтобы через него найти того, кто напал на Урию. Однако тот на встрече отводит Ичига в штаб экзекуции и рассказывает ему, что их цель вернуть силу шинигами Ичига, чтобы он как временный шинигами забрал их силу фулбрингеров, так как они хотят избавиться от своей неприятной силы подчинителей, которую они получили от пустых еще в утробе матери. В связи с чем Гинджоу далее начинает рекламировать свои силы и пить без рук, он пояснил Ичига, что фулбрингеры могут подчинять души любых объектов и использовать их в своих целях. Также они могут усиливать ими свою душу и способности. Плюс ко всему они могут изменять форму близких к ним по природе предметов, и это называется полным подчинением. Также стало известно, что Ичига второй первый временный шинигами, и поэтому фулбрингеры не найдя первого решили все сделать через Ичига. И в штабе Ичига неожиданно встречает недавно пропавшего чада, который странно себя ведет. Однако даже после всего этого Ичига сказал, что пока его беспокоит только то, что происходит с ним и его друзьями. Короче говоря, Ичига оставил их пока что без ответа. После чего через пару дней на Ичига и его сестру Юзу нападает пустой созданный Цукишимой. Их спасает Гинджио, показывая свою силу в действии. А также он словами замотивировал Ичига, сказав, что кем они будут, если не смогут защитить тех, кого должны защитить. И Ичига, поняв, что он без силы не может даже защитить сестренку, он решает пойти на сделку с подчинителями. В связи с чем Ичига снова приходит к ним и начинает тренироваться возле Москва метро Люблина, чтобы вернуть силу. А помогает ему в этом удостоверение временного Шинигами. И у него получается использовать подчинение, похоже чем-то на Гетсуга Теншоу. Также параллельно с этим Ичига и Чад обнаруживают, что с Арихимой тоже что-то произошло. Так как на нее тоже напал Цукишимой и вошел в нее своим мечом. И тем самым он начал ей пудрить мозги, изменив ее прошлое. Далее оказалось, что то же самое произошло с Чадом и Урию, но они об этом не рассказывают. И тогда Гинджиоу рассказал Ичига про Цукишиму и его полное подчинение, и то, что он раньше был с ними, но теперь он злодей. И чтобы его остановить, они перешли на новый уровень тренировок Ичига, чтобы пробудить силу полного подчинения. После чего неожиданно сам Цукишима наведался в штаб экзекуции. Ичига сразу же напал на него, но пацана остановил Гинджиоу, так как с текущей силой ему рано с ним вступать в бой. Здесь чем Цукишима и Гинджиоу начали свой показательный бой, в который далее опять вмешался Ичига. Но по итогу Цукишиме все же удалось уйти, и на протяжении следующей недели Ичига тренирует свою силу фулбринга, и уже к пятнице он полностью ею овладевает. А в это же время Орихим и Чад выследили Цукишиму, чтобы понять, что он с ними сделал, и они даже наваляли ему люлей. Однако он опять подчинил их мысли и их начал отроить. А также он далее смог залезть в душу к Ичига, придя к нему домой, подчинив его сестер, а также его друзей. Ичига начал думать, что все его предали, все кроме его босса Унаги, которая ему помогла, придя на помощь своими буферами успокоения. Однако спустя пару минут Цукишима добрался и до нее, в связи с чем Ичига решил обратиться к Гинжоу. И тот рассказал, что Цукишима может затуманивать воспоминания с помощью Book of End, которым он может управлять воспоминаниями из прошлого. А также он рассказал, что Цукишима добрался и до всех фулбрингеров, и теперь только они с Ичига вдвоем знают правду про Цукишиму. Остальным же он изменил прошлое, и они его воспринимают как своего. Однако их разговор прервали появившиеся подчинители, которых вместе с друзьями Ичига Цукишима финально собрал здесь, чтобы окончательно ушатать психику Ичига. И невзирая на то, что Гинжоу сказал, что даже если завалить Цукишиму прошлое может не измениться, они с Ичигу начали на него нападать. И все друзья Ичига вместе с фулбрингерами начали защищать Цукишиму, так как он им опять изменил прошлое. Также в процессе боя Гинжоу подставился под удар, чтобы защитить Ичига, и тем самым он тоже попал под контроль Цукишимы. После этого неожиданно появился отрегенившийся Урию, и Ичига начал размышлять на чьей он стороне. И оказалось, что на Урию тогда напал не Цукишима, а Гинжоу, который в следующем моменте отбил выстрел Урию и прорезал Ичига, чтобы забрать его силу. И оказалось, что он был тем самым первым временным шинигами. И сейчас он стал врагом Ичига не потому, что его ранил Цукишима, а потому, что все это был их общий хорошо продуманный план, чтобы забрать себе силу подчинения Уичига. После чего он начал рассказывать то, что было до этого, и оказалось, что все начиная с ранения Урия и до этого момента было подстроено. В связи с чем у Ичига начались флэшбэки, и он сказал, что не сдастся, и он требует, чтобы Гинжоу вернул его силу. Однако в следующую секунду его протыкают со спины мечом из Риацу. Это была пока еще невидимая для Ичига Рукия вместе с отцом Ичига Юрохарой. Поначалу Ичига подумал, что это очередное предательство, но отец пояснил, что это не так. После чего Ичига увидел Рукию, так как к нему вернулась его сила с шинигами. Далее Рукия ему пояснила, что Гинжоу и Цукишима могут менять прошлое, но они не могут изменить будущее. И то, что сейчас они изменили в умах людей, можно будет восстановить. Также на помощь к ребятам пришли капитаны и лейтенанты, в числе которых были Бьякуа, Хитсугая и Како, Кинпачи и Рейнджи. А чтобы вернуть силу Ичига, они всем сообществом душ скинулись частичками своей Риацу в меч, который держит руки. И это все было под присмотром Ямамото Гинрюсая, который таким образом вернул долг Ичига за их спасение от Айзена. И поэтому даже то, что Гинжоу высосал абсолютно всю Риацу, это была лишь малая часть силы Ичига. И пока эта парочка сражается, с шинигами начали свои бои против подчинителей. А Чада и Рихими они пока что просто отключили. В связи с чем, Кинпачи в своем стиле вырубил одноглазого Халка Бармена, Хитсугая заморозил геймбоя, Пьякуя взял на себя Цукишиму и сделал в нем новую дырку, Рейнджи взял на себя Садо Маза Бабу, Икаку развалил карате пацанчика, Рукия сражалась с Рирукой местной лолитянкой, Которая куда-то во время боя пропала, А к бою Ичига и Гинжоу также присоединился Урью. После чего Гинжоу начал рассказывать, что такое боевое удостоверение временного с шинигами. И оказывается, что это инструмент, через который сообщество душ отслеживает И даже контролирует Риацу владельца. И он намекает на то, что этот мультипаспорт вручили Ичига, чтобы следить за ним. Однако пацан в ответ использует банкай, И разрубает коробку, в которой они были с Гинжоу. Оказывается, что Ичига всю тему с мультипаспортом уже понял сам, Так как другие шинигами, которых он встречал в реальном мире, Даже не слышали про это удостоверение. Поняв это, Гинжоу также использовал банкай, И они начали наваливать по друг другу. И по итогу Ичига победил. После чего неожиданно за спиной Ичига появился Цукишима и попытался подчинить его. Однако его своим телом прикрыло Рукия, А уже ее прикрыла Рирука, Которая оказывается все это время была в руки. Исходя из чего Цукишима начал орать, чтобы Гинжоу не умирал, Но тот уже отправился на тот свет, И его тело забрал Рейнджи. И после этого все подчинители признали, что Гинжоу, как и обещал, спас их. А уже Ичига спас самого Гинжоу. И они, подрегенившись, отправились каждый в свой путь. После чего уже далее сам Ичига отправляется в сообщество душ на разговор с Ямамото Генрюсаем. Он попросил позволить ему забрать тело Гинжоу, Чтобы похоронить его в мире живых. Капитаны, естественно, были против этого, так как Гинжоу убийца и преступник. Но Ичига пояснил, что он хочет это сделать в память о том, что он был временным шинигами, Указывая на его особый статус, а не из-за жалости и прощения. И Ямамото согласился на это. После чего Ичига вместе с телом Гинжоу вернулся обратно в мир живых, Оставив при себе свой мультипаспорт шинигами. И на этом вроде бы блитч закончился. Однако, говорят, скоро будет продолжение. Так что я пока еще не прощаюсь с этим аниме. Ну а мы с вами увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok